Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Если человек читает намаз вовремя, с надлежащим образом, совершенным омовением, и читает его со смирением и покорностью, стоит в намазе, как следует, и делают руку и саджда, как следует, то такой намаз поднимается в ярком и сияющем виде и делает дуаза человека. Пусть Аллах убережет тебя, как ты уберег меня. А если человек делает намаз плохо, читает его не вовремя и совершает тщательные омовения, и не делает, как следует руку и саджда, тогда его намаз поднимается в уродливом и черном виде и проклинает человека, говоря, пусть Аллах погубит тебя, как ты погубил меня. Затем, этот намаз, сворачивают, как грязную тряпку, и бросают обратно в лицо человека. Вопрос, зачем я делаю намаз, не повод сомневаться в обязательности его выполнения. Это шанс понять свои истинные мотивы. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как однажды посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, спросил. Скажите, если бы у дверей дома, принадлежащего кому-нибудь из вас, протекала река, и он купался в ней по пять раз в день, осталась ли бы после этого на нем какая-нибудь грязь? Они ответили, от грязи не осталось бы и следа, когда пророк, да благословит его Аллах, сказал, а это подобно пяти ежедневным молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения. В хадис передали Аль-Бухари и Мусли. Перечислим несколько благ намаза, что поможет нам совершить его более старательно. Первое. Намаз способствует душевному здоровью. Представьте себе, что каждый день у вас пять сеансов у самого лучшего психотерапевта или опытного профессионального психолога, которому вы доверяете, и который неравнодушен к вашей судьбе. Как вы думаете, много ли у вас осталось бы проблем после такой тщательной обработки? Как разве Всевышний не прекрасный покровитель, не лучший и доверенный, не заботливый создатель, разве он является невнимательным, нечутким или немилосердным к нам? Если еще кто-либо, кто услышит нашу боль, то поймет нас и примет кроме Аллаха Господа миров. К кому мы еще можем обратиться в любой момент, в любой ситуации, словами или молча? Второе. Намаз усиливает богобоязненность. Об этом сказано в Коране, смысловой перевод. Читай, о пророк, книгу Аллаха, не обращай внимания на неверных, и выстаивай молитву в совершенстве. Ибо искренняя молитва удерживает того, кто вершит ее от великих грехов и оберегает от всех прегрешений, которые законы Аллаха, шариат, запрещают. Сура Алан Кабу. Аят 45. Представьте, что вы, будучи работником учреждения, пять раз в день отчитываетесь перед начальством за проделанную в эти промежутки работу. При этом его невозможно обмануть или обхитрить. Как вы думаете, насколько ответственно и добросовестно вы бы относились к своей работе? Сколько продуктивной была бы ваша деятельность? Разве наша жизнь – это не работа ради вечности? Разве Создатель не ведает о наших делах? И разве нам не хочется становиться на молитву в хорошем расположении Духа, надеясь на довольство Всевышнего? Осознанное выполнение намаза становится преградой между верующим и делами, не вызывающими довольства Аллаха. И тот, кому небезразлична его грядущая встреча со Всевышним, будет готовиться к ней наилучшим образом. Третье. Намаз приближает Аллаху. В хадисе Кудси Аллах говорит смысл. Мой раб не может приблизиться ко мне с чем-либо более дорогим для меня, чем религиозные предписания. Мой раб будет приближаться ко мне благодаря деяниям, выходящим за пределы предписанного, пока я не возлюблю его. Когда я возлюблю его, я буду слухом его, которым он слышал, зрением его, которым он видит, рукой его, которую он поражает, надбой его, в которую он ходит. Если он попросит меня, я, конечно, дам ему это. Если он попросит меня об убежище, я, конечно, предоставлю ему его. Каждый новый опыт общения, происходящий во время молитвы, усиливает любовь к Аллаху, раскрывает новые горизонты истины, расширяет душу до размеров Вселенной. Это общение, которое не утомляет. Наоборот, каждый раз чувствуешь большую нужду, чем прежде. И это единственная нужда, которая делает человека счастливым. Да, дарит Всевышний нас крепким уманом, чтобы мы совершали намаз с вдохновением и любовью. Амин. До новых встреч. Ас-саляму алейкум, варахматуллахи, варакатуму. Амин.